Привет тебе, привет, привет тебе, привет. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, чем ты занимаешься? Меня зовут Рустам, я уже давно занимаюсь всякой электронной музыкой, экспериментами на синтезаторах. У меня живет друг в Германии, он вообще создает модульные синтезаторы. Что это такое модульный синтезатор? Это такое явление, то есть когда-то, когда были Pink Floyd в самом разгаре, в 70-х, 60-х годах, были такие огромные синтезаторы, они занимали там целые шкафы, стены там. Я хочу сказать, что у тебя вот такой здоровый шкаф, или теперь уже в этом 21 веке, сейчас они уже маленькие стали? Нет, пока у меня небольшая такая коробочка, вот, я тестирую сейчас новую модель, вот, то, что мой друг сделал, я это у себя тестирую, записываю потихонечку что-то делал. До этого у меня там другие электронные цифровые были синтезаторы, но мы там, он их приносит, я отдаю, там что-то новое появляется, то есть у меня инструменты меняются. Извини, пожалуйста, а что такое электронно-цифровые? Это две разные категории инструментов? Значит, в электронике, в электронике есть два направления, это аналог, аналоговая электроника и цифровая электроника. А что не отличается? Да, ну, то есть аналоговый звук, он, это то, что примерно там было в 80-е и 70-е годы, то есть звук идет из транзистора, там, или из чего-то еще, или из какой-то аналоговой микросхемы. А цифра, там все по-другому, это по принципу компьютера, то есть какой-то свой микропроцессор, и это заведует. А, ну, качество на выходе разное, или это... Ну, вообще, в принципе, там само направление немножко разное у того и у другого. Цифра, она более, как бы, фантастические такие всякие, позволяет создавать такие, ну, более любопытные, что ли, всякие фактуры. А аналог, он, это какая-то определенная классика, да, то есть классика жанра. Но чем больше этот шкаф, да, из этого синтезатора модулярного, он, тем более, навороченный помогает делать картину. А ты сам пишешь эту музыку, да? Сам пишешь, да? Ну, вообще, в принципе, то есть я-то сейчас, у меня направление, я и айтишник, то есть я компьютерщик. И я в то же время, так как я там 20 лет назад играл в рок-группе, вот, мы играли панк-рок, такую быструю тяжелую музыку, вот, я со временем, значит, от этого ушел. Когда ушел в начале 2000-х годов, меня заинтересовало вот это все, что можно делать на компьютере, на синтезаторах, там, вот, параллельно на бас-гитаре там как-то подыгрывал. И сейчас вот у меня друг тоже был музыкантом-скрипачом, он, в принципе, так я его и зову, скрипач. Да, ну, видишь, у меня давно скрипач, нет, скрипач. Да, да, класс, класс. Вот, и вот этот скрипач теперь, значит, он в Германии живет, устроился работать на почту, почтовь он нам на велосипеде ездит. И для себя он, значит, решил, значит, открыть бизнес, вот эти синтезаторы. И он мне свои модели, которые вот он только что сделал, там, осциллятор, да, осциллятор – это такой блок, который отвечает за создание звука. Вот. Я эти осцилляторы тестирую. Потом у него есть фильтр, да, фильтр, он меняет звук, то есть он там убирает частоты какие-то, что-то, то есть характеристики какие-то. Какие-то огибающие, то есть вот он настолько вот это погрузился, что, значит, он и меня вот это тоже погрузил, и я, соответственно, теперь тестирую, этим занимаюсь. Да, ну, в результате, вот, допустим, любой человек, если научится так в компьютере и синтезировать, и все делать, так любой человек может и композитором стать, или все-таки от его таланта тоже многое зависит? Ну, сейчас в современном направлении уже, конечно же, ценится академическое какое-то развитие в музыке, то есть вот если ты там классический композитор, да, ты можешь, конечно, на синтезаторе что-то делать, но прежде всего синтезатор отвечает за сами характеристики тембральной звука, которую ты выдаешь. То есть если вот я люблю синтез звука, соответственно, я стараюсь вывести какой-то любопытный саунд из этого всего, чтобы он был какой-то необычный, либо какое-то определенное состояние передавал по своей фактуре, то есть вот как будто я там, не знаю, в какой-то комнате своеобразной нахожусь, или там ты где-то летишь, какой-то ландшафт хочешь передать. Вот мне вот синтезатор очень так вот любопытно, может, электронная музыка, она ландшафт компании передается. Ну это ты для психологической поддержки можешь использовать, там, для психотерапии музыкальной такой, да? В общем, я давно заметил, что некоторые вещи из тех, что я делаю, допустим, они, в принципе, вот те люди, которые слушают, а слушают их малый круг, потому что я не совсем коммерческой темой занимаюсь, то есть у меня еще не было такого, что я бы хотел что-то вот на поток выставить, как там танцевальная какая-то совсем музыка, да? Ну, Рустам, извини, мне очень интересно. А что значит, вот один музыкант занимается, и другой музыкант, один занимается на коммерческую тему, а другой не на коммерческую, вот чем это отличается? Ну, вот я, допустим, смотрю на это следующим образом. Допустим, коммерческая тема, это когда тебе, допустим, сказали, что делать, вот, допустим, вот есть какой-то клип, где там, к примеру, допустим, какая-нибудь девчонка поет, да? У них там какая-нибудь хореография своя, они там делают какой-нибудь клип, или там парень с девушкой встречаются, или еще что-то. Там стандартная музыка используется, которая популярна на какой-то момент. И вот автор, соответственно, вот какой-то композитор, он делает по этим трендам, то есть вот по тому, что... Это то, что когда человек говорит, я занимаюсь коммерческой деятельностью, имеется в виду по заказу, да? А когда от души он что-то делает, с любовью к своему делу, это как бы может быть не так сильно востребовано, и за это деньги не платят, да? Ну, то есть, скажем так, это не обязательно может быть востребовано, потому что есть человек, который делает для души, и он в этом потоке, вот, что все покупают, там, многим нравится, то есть большому контингенту людей это нравится просто по любой причине, что она и на фоне, в машине, где-то еще на дискотеке будет играть, может стать определенным хитом. А некоторые люди, вот для души, которые такие вот инженеры, типа как я, да, они стараются какой-то звук сконструировать, да, то есть еще при этом так, чтобы это было как-то, ну, то есть вот какую-то концепцию несло, да, свою... Ну, вот я, допустим, решил заняться музыкой, или, ну, огород копать, хорошо копать огород, ну, к примеру, или рисовать там. Вот я думаю, как же сделать это коммерческим? То есть, что для этого нужно? Очень много людей живут, имеют какое-то любимое дело, а никак не могут вывести это на то, чтобы это не только удовольствие, а счастье ему давало, но и деньги, чтобы он жить мог и развиваться. Как это происходит? Это поиск каких-то потребителей, которые хотели бы это купить, но чтобы они хотели купить, это же надо себя так отрекламировать, да? Ну, я вижу следующим образом. То есть, допустим, если мы говорим о какой-то вот современной музыке, именно вот чисто там электронной, да, то есть вот сугубо, она может подразделяться на какое-то танцевальное направление, какое-то интеллектуальное направление. Если же мы говорим о музыке в целом, то, допустим, в нынешний момент существует музыка, которая может, допустим, помочь человеку заснуть, там, может, наоборот, какие-то... Есть brain waves, там какие-то альфа-волны, какие-то бета-волны, вот такая музыка существует. Что касается, допустим, полезности, вот там, допустим, там, для, к примеру, роста, там, допустим, растений, да, я не исключаю, что такое действительно возможно. То есть, если автор понимает, да, какой вот он код хочет внести для этого, да, то есть, если он понимает, какое состояние должно быть вот для этого обеспечено, да, то можно разработать для этого какую-то звуковую картину, какие-то некие ритмы, какой-то звуковой узор, который будет вот атмосферу этой среды передавать. Ну, типа того, что вот что возникает, когда растение на солнышке расцветает, если солнышка нету, чтобы это определенным перекодированием вот этих вот волновых сделать так, что музыку играешь цветку, как будто солнце, да, и вот, то есть, перекодировать те волны в другие волны, да, в музыкальные. Ну, есть вот... У меня фантазия просто такая, мне просто очень интересно. Это отличная тема, вот. Есть даже такой вот, значит, один из современных музыкантов таких вот, популярный был когда-то вот некоторое время назад, сейчас он немножечко меньше его стало, вот, так он даже в какую-то музыку закодировал то ли фотографию свою, то ли что-то еще, выразил это, значит, в каких-то вот частотных характеристиках. Вот, такое возможно. Вот, единственное, что, конечно, вот что касается меня, да, так как я самоучка, в принципе, я больше нащупываю это все. Поэтому там какие-то мои знакомые, которые вот когда-то там вот, ну, они поют на корпоративе, вот он недавно там исполнял, то есть у него вот именно он играл в вокально-инструментальном ансамбле, то есть он там гитарист, ноты, все вот это тоники, все это знает хорошо. И вот он говорит, вот ты умеешь крутить ручки. То есть я из тех, кто крутит ручки, то есть я кручу ручку, я слушаю, что же вот это вот за шипение, оно во что оно переходит. Да, 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 у тебя талант такого рода, да. Подобные какие-то вещи, да. То есть в этом плане вот мне интересно, да. То есть мне кажется, что, по крайней мере, вот что может делать там современная музыка, она может, ну, первое, допустим, вот я читал, что вот когда я читал информацию на вашем сайте, да, различные отзывы, ваши высказывания там и прочее, я вот увидел, что в ритмике придаёте определённые значения и цикличности. В принципе, вот много, современная музыка, большинство этой музыки базируется на цикличности определённой. На повторяемости каких-то событий, может быть. Есть повторяемость определённых, так называемых петель, вот, это называется луп, да. То есть вообще, в принципе, концепция современной музыки во многом на этих лупах, петлях держится. И в процессе повторения вот этих циклов на фоне этого происходят определённые изменения. Либо сам вот этот цикл претерпевает определённые изменения со временем, да, каждый такт или там какое-то количество ещё. И можно наблюдать вот эту, скажем так, диаграмму, да. То есть ты слушаешь, и ты понимаешь, что какая-то картина меняется за счёт того, что на фоне определённого циклического, допустим, бита и ещё что-то. И там где-то идёт развитие-развитие, а потом вдруг, допустим, человек ждёт следующего этого, а вместо этого там пауза, а потом, значит, ответ такой, ну, ах. Это как в поэзии, помнишь это стихотворение «Что в имени тебе?» Ну, конечно, когда говоришь, что в имени, это побуждает у человека вопросы, как он. А он это говорит «Моё. Что в имени тебе моё?» Вот я имею в виду, я когда слушал музыку некоторую, я видел, что целостное произведение, оно состоит из каких-то вот таких волновых именно циклов. Где-то они доходят до завершения, потом меняются чем-то другим, а потом это завершение где-то всплывает и этим заканчивается. Потому что человек ждал этого, его не было, а потом вдруг оно пришло, и он как бы так... Да, знаете, хочу сказать, что вот есть такие группы, которые, к примеру, ну, особо ценные, да, вот некоторым узким кругам, то есть, допустим, какая-то интеллектуальная музыка электронная, она вообще сплошь какую-то инженерную конструкцию себя представляет. И она начинается с хаоса. Там вообще не разобрать, что к чему, то есть для чего, это просто нагромождение какое-то. Это интересно, это интересно. Этот мусор, он постепенно начинает складываться в какую-то ритмику, где-то вот ближе уже к середине композиции. И вот когда это все, из этого начинает выходить нечто понятное и очень слаженное, причем постоянно мутирующее от цикла к циклу, то уже становится интересно наблюдать, потому что ты ждал, когда же из этого хаоса появится какое-то нечто вот удобоваримое тобой. Вот это интересно бывает, когда человек в стрессе, у него сумятится мысль, хаос вот этот. А когда он синхронно к уровню напряжения делает вот эти повторяемые, как ты говоришь, цикличные движения, или ходит туда-сюда по комнате, или ногой качает, или там голову чешет, или жвачку жует, или четко перебирает, не важно. Но эта частота повторения соответствует уровню напряжения. И вот то, о чем он вначале думал хаотично, смятение, смятение мысли, то когда происходит вот эта синхронизация материальных действий с уровнем напряжения, у него напряжение снижается, снижается, и появляется прояснение в голове, появляется ясность мысли. Вот из хаоса в порядок. Порядок, и там он начинает понимать, что и как надо делать. Мне кажется, вот эти вот закономерности, о которых ты говоришь, свойственны до музыки, они по всей, видимо, законы природы. И в истории человечества, то подъемы какие-то, то откаты. Вот как у нас в стране, вот пошли свободы, потом откатились, допустим, назад. Да-да-да. А потом опять свободы. Вот это, видимо... Это знаете, с чем могу связать? Диалектика по спирали такая. Ну, я думаю, это так, что, допустим, например, вот в древности, да, люди были... То есть они так ведь перед компьютерами не сидели все время. Они, конечно же, какое-то количество времени проводили в пешей ходьбе. Это был монотонный какой-то ритм, да, определенный цикл времени. Потом они там, допустим, выполняли какую-то напряженную работу, связанную с мозговой активностью. Допустим, ведь взять, к примеру, стрельбу из лука, да? То есть там и зрение работает, и ручка работает. Согласование всех органов чувств в едином направлении создавало целостность, да. А ведь есть такая концепция, что у человека самый лучший аппарат хватки рук. Потому что обезьяна загребает руками. Человек хватает, у него есть оппозитный вот этот палец большой. И способность хорошо хватать выработала способность к мышлению конструктивному. Потому что именно аппарат рук создал возможность... Это идет, видимо, параллельно. То есть вот это развивается, и вместе с этим это развивается, а вместе с этим развивается и это развивается. Обратные связи. Их там миллионы между психоорганизмом и обратных связей. Вот мы наблюдаем, поэтому, что какие-нибудь там, допустим, там, к примеру, люди высоко там обеспеченные, какие-нибудь известные банкиры там или еще кто-то, они вот играют на пианино там, допустим, да, на удивление. То есть он там какой-то скрипач там, да, или вот. И также вот есть там некий Миняйлов там, значит, в интернете Алексей. И он говорит, что почему наши летчики в начале войны при более, ну, в некоторой степени отстающем авиаоборудовании, да, то есть вот самолет был, ну, похуже он мистер Шмидта был, вот. Каким образом они умудрялись как-то вот сбивать немцев там, как-то вот конкурировать с ними, то есть вот реально воевать, да. А именно сработал тот фактор, что в средней школе советской было настолько общее давалось понимание человеку обо всем, настолько полноценное было образование, что люди мыслили не однобоко, не в точку, а как бы в целом. Ну, смекалка, смекалка такая, да. Да, да, да. И я бы хотел вот придать особое значение тому, что вот мне нравится в том, что вы сейчас говорите, в том, что я сторонник определенной целостности, да, то есть человек должен иметь целостность в своем развитии. То есть вот, к примеру, я вижу вот позади вас картина нарисована, значит, ведь вы не только доктор, да, то есть вы не только, я бы сказал, философ, да, в определенной степени от науки, да, то есть вы как бы, ваша концепция не в том плане, что вы какой-то только… Не узкий специалист, нет. Да, да, да. Это то, что, как говорил Казма Прутков, специалист подобен флюксу, да, то есть он либо шахматист, либо штангист. Нет, это же человек должен быть человеком. Узкая специализация вообще, я тебе скажу, породила сегодня то, что у нас появилось очень много дисциплин очень узких для людей недоступных. И вот эти прорехи, прорехи между дисциплинами, а человек нуждается быть в целостности, ну, например, медициной занимается, здравоохранение, душой занимается, церковь, телом занимается, спортзал, и человек разобщен по частям, а ему хочется быть целостным. И вот поскольку узкие дисциплины расчленили человеческую целостность, появились вот эти экстрасенсы, колдуны, маги, которые вот этими пассами снимают напряжение, человек выходит на состояние, когда у него все восстанавливается, появляется целостность. Это же порождение как раз-таки узкой специализации наук. Потому что как раз-таки время от времени диалектика такая, что широко смотришь на мир, а потом специализируешься. То же самое при решении любой задачи. Ты вот сильно сосредотачиваешься, а потом на какой-то момент надо рассеяться, рассеять фокус внимания. Мой ответ на это такой, что человек в современном мире вообще в принципе поставлен на такие условия, что он элементарные природные вещи, такие как, допустим, открытость, какая-то вот элементарная, ну если уж на то пошло, там какая-то простота человеческая, какая-то доверие какое-то. То есть вот эти... Чтобы ты был просто человеком. А теперь получается, что чтобы ты был просто нормальным человеком, тебе надо в церковь ходить. Потому что если ты не ходишь, тебе говорят, ты что, неверующий что ли? Ну типа того, да. Это специализация такая получилась. Ага, ну да. Ну и вот я и говорю, что, к примеру, почему там люди обращаются к экстрасенсам, да, и почему тоже во многой степени это всё работает. Потому что я не хочу отрицать на самом деле возможности вот каких-то энергетических вещей, то есть, ну я не хочу об этом вообще как-то говорить сейчас, да. Давай сразу определимся в понятиях. Там энергетики никакой физической между одним человеком и другим нету, физической нету. А там психологическое вызывает внутри данного человека уже энергетическое испытание. Поэтому можно даже на большом расстоянии человек кино смотрит, завораживается, а у него меняется энергетика. Ну то же самое, что Джуна, например, пас и делала, пас и делала вокруг головы, а человек сидит, ждёт чего-то, у него внимание ходит вслед за пасами, и он, в конце концов, расслабляется и входит в это состояние, когда он и восстанавливается. То есть, там не было передачи физической биополи какого-то или ещё чего-то, потому что Чумак прямо по телевизору, ручкой так делал, и многие выздоравливали. То есть, там нет физического, там нет психологического. Да, кстати, вот хотел сказать, что на самом деле вот об этом состоянии, что уверен, что в определённой целостности, если какой-то человек находится в таком состоянии, когда из него вот исходит то, что должно быть, то есть, определённая реализация исходит из человека, то это может вызвать состояние у одного или нескольких людей, которые будут повышенной реалистичности. То есть, люди будут чувствовать в большей степени как бы своё в жизни, вот появление в жизни в большей степени будут ощущать, как повышенную реалистичность жизни. То есть... Что значит реалистичность жизни? Ну, можно говорить так, допустим, у нас же есть органы чувств, да, и вот если у нас запелена определённая перед глазами, мысленная постоянная вот раздробленность, то есть мы раздёрганные какие-то, да, бегаем там, да, работа, суета, всякая неразбериха, да, то мы мир воспринимаем в меньшем количестве измерений, можем, вот. И когда мы настраиваемся, у нас, когда мы балансируемся, то есть мы занимаемся каким-то своим делом, то есть мы ощущаем радость от того, что мы делаем что-то, что хотим. Да, да, происходит восстановление тоже. А если это ещё происходит в обществе людей, которые в это время подключают определённое внимание к этому процессу? Нет, происходит после переживания этого эффекта, тоже внутри такой подъём. То подключаются дополнительные какие-то каналы восприятия, я бы сказал, вот, которые повышают вот это ощущение реалистичности жизни. Реалистически ты что имеешь в виду? Реалистичность в моём представлении, вот если уж так это говорить, это большее ощущение вовлечённости, вот, в действительности. Ну, в действительность можно вовлечься в дребедение, вовлечься, а можно в действительность вовлечься, которая тебя гармонизирует. Ну, скажем так, вот если, допустим, представить пример, когда пониженная реалистичность, да, то, допустим... Хаос. Вот я сейчас буду говорить, нет, хаос – это другое. На мой взгляд, я сейчас мысли расскажу. А, давай. Вот вы будете рассказывать, к примеру, о своей концепции, а я буду говорить прямо во время того, как вы говорите, о компьютерах, о носовом платке. Ну, приобретать больше мысли, дробить. То есть, да, и у вас создастся впечатление, что мир с вами находится не в резонансе. Без гармонии, да, да. Конечно, поэтому, а теперь извини, вот теперь внимание, поэтому очень важный момент, а то я забуду. Людмила Закина мне говорила, почему все, вместо того, чтобы слушать мою песню, песню, ну, она метафорически говорила, она просто размышляла. Они вместо этого дрыгаются, дергаются, там трясутся, шум какой-то. Для чего это? А я тогда ей рассказывал, потому что я же психофизиолог, я говорю, человек находится в каком-то напряженном состоянии, а ты предлагаешь ему перестраиваться быстро на какое-то другое состояние. У него напряжение еще больше становится, его раздражает твоя песня. Потому что у него напряжение, ему дрыгаться хочется, дай ему подрыгаться. Пусть он сначала потрясется, сделает те движения, которые синхронны его текущему состоянию в данный момент времени. Через это наступит снятие лишнего напряжения, он выйдет на состояние баланса, и потом открывает свою песню, и все будут просто сразу-сразу опять врубляться, течет река Волга. Вот, вот этот переход. Этот переход, я, кстати говоря, я же говорил там про трещотку, я сделал, когда я просто на компьютере убирал звуковысотные тоны любого классического музыкального произведения. Человек начинает на компьютере слышать звуки, но он не понимает еще пока, что это классическое произведение, потому что он слышит тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. То есть я убрал его звуковысотные тоны. И это немножко ему ближе и соответствует, а потом раз, и музыка открывается. Вот эта трещотка изначальная, где нету звуковысотных частот, но есть этот ритм, а потом дальше ритм продолжается уже с раскрытием содержания музыки. Оказывается, есть это в танцах, я забыл, как вот эти танцы, где начинают сначала с чечетки, а потом открываются какие-то танцы, народные танцы. Испания там, да, что-то такое. Да, какие-то вот очаровательные такие вещи. Инструменты, да? Да. То есть я хочу сказать вот то, о чем ты говоришь. Просто я другим языком говорю, но я тебе говорю, может быть, ты найдешь подтверждение своим словам сейчас. Просто мы язык сейчас вместе с тобой пытаемся выработать общий язык, понимание, потому что я вот не понимал, что значит реалистическое, понимаешь? Вот так, когда мы разговариваем, мы начинаем понимать, о чем мы говорим. Ну, реалистичное для меня, это как бы, если взять в двух понятиях, объяснить, это прежде всего концентрация восприятия, да? У нас у каждого человека свое восприятие, по большому счету, да? Ведь у нас у всех органы чувства, они настроены по-разному, если уж на то пошло. Кто-то аудиал, кто-то там визуал, кто-то по-другому там. Вот. Но реалистичность, на мой взгляд, в принципе, это коэффициент этой реалистичности, он измеряется определенной концентрацией вот этих ощущений. То есть вот, вот ты пришел в парк, да? Вот ты когда в мыслях идешь, ты же не слышишь, как птички поют, да? А если ты пришел в парк, вот, и ты смотришь, что деревья колышатся, там птички... Подожди, подожди, подожди. А ты когда идешь, ты не слышишь, что птички поют, потому что ты в одном состоянии. А когда ты пришел в парк, на тебя этот приятный массив впечатлений парка на тебя приводит более уравновешенное состояние, и ты начинаешь открывать глаза и уши, и слышишь птички, и так далее. То есть там же осуществился переход. Да, да, да. Состояние в другое. И я завершу мысль. Я про эту трещотку говорил, это для перехода. То есть, поэтому самый первый инструмент музыкальный, это барабан. В древности. Там же уже зачатки музыки, барабанщик барабанит, он создает ритм. То есть, опять мы приходим к началу, что в основе музыки лежит ритм. О чем ты мне и сказал. Просто я говорю о том, что вот эти переходы, да. Это что касается вообще, в принципе, музыки. Но есть же ведь такая штука, что вот коснемся опять вот этой реалистичности, потому что это часть некой концепции моей, да, потому что я какой-то, благодаря чтению книжек, что я их читаю там уже с большого же периода, то есть я каждую книжку перевариваю, и там через большое количество времени я вспоминаю и соотношу, что я понял. Тот же дзен-буддизм, он базируется на чем? В том, что мы извлекаем некую свою личность, да, вот напичканную всем вот этим хламом злободневности, вот этой повседневной, вот этой зашоренности, извлекаем из своего восприятия и запихиваем в какую-то точку отсутствия, да. И тогда мы, когда нас как бы нет, нашего вот этого вот забитого вот этого я нету, вот мы тогда в большей степени можем воспринимать то, что реально происходит. И во многих философиях, во многих концепциях есть этот момент, что если мы убираем себя из восприятия... Ну, все дело в том, что если бы это было вот так легко делать, то проблем бы не было. В этом переходе все дело. Сейчас этот переход называют квантовым переходом. То есть, когда ты в каком-то состоянии в одном, а потом раз, и перешел в другое. Когда это называется «здесь и сейчас». Наверное, то, что ты говоришь реалистично, это, наверное, это и есть. Вот это вот переход из обычного состояния суеты, хаоса мысли, беспокойства и тревог, где работает эго, где работает я, беспокойство, впечатление дня, заботы, постоянное реагирование на что-то, может истощение, этот стресс. А тут ты вот раз, квантовый скачок, перешел в состояние внутреннего безмолвия, когда нету твоего «я», нету тела, как говорится, со своим инстинктом самосохранения. А ты говоришь, именно, бесстрастное, что называл Будда, нирваной. Будда же, собственно, сказал, нирвана, решение всех вопросов, там нет страстей, страхов и комплексов. А буддизм же пошел как раз от Будды. Но вот если это представить, да, то есть на уровне представления, я, допустим, представляю нирвану, что помимо какого-то определенного вакуума, да, вот этой вот пустоты, да, отсутствия вот этого всего, да, там же ведь есть, ну, мне представляется некий свет, там должен быть какой-то, ну, ощущение блаженства что-то ведь должно давать, да? Это же у каждого по-своему. Я тебе открою тайну. Я этой наукой занимаюсь, я психофизиологией. Мы всегда часто регулярно испытываем эту нирвану в переходе между сном и бодрствованием. Когда человек засыпает или когда он проснулся, например, и вот как бы лежит и отрешенно обо всем думает, о чем бы он ни подумал, ничего его как бы не включает. Вот я вам пример хочу привести, кстати, простите, перебил, просто чтобы не забыть. Вот мне недавно, значит, я спал и мне приснилась такая вещь. Значит, я нахожусь в таком неком старинном здании, значит, в храме, да, вот, и, значит, получается такое. Я подпрыгиваю на высоте, где-то, может быть, чуть менее метра, прекращается гравитация и я дальше лечу. Ну да, летишь, это невесомость. То есть я подлетаю там до потолка, там, ну, то есть до какой-то высоты и так несколько раз. Ну, то есть я обнаружил, что я там могу прыгать там, ну, до огромной высоты. Значит, я этот факт принял во сне и тут я просыпаюсь и у меня, значит, начинается состояние какого-то, ну, не то чтобы там истерика, да, а я понимаю, что на самом деле наше тело, даже вот, с нашим восприятием, оно не готово к вот таким вещам даже, да, вот дай нам сейчас такую возможность вот такого прыжка. Если бы ты доспал, если бы ты проснулся не в этот момент из сна, а немножко минутку больше доспал и встал уже в другой фазе работы сна, ну, у тебя бы не было раздражения, ты просто вылетел не в той фазе, это очень важно, понимаешь, для интерпретации всех этих явлений ученые давно уже кое-какие моменты для себя прояснили. Это зависит от того. И вот это полеты во сне, это вообще характерное явление для всех детей. Дети летают во сне, значит, растут. Это состояние внутренней свободы, которое появляется во сне, это состояние вот этой самой нирваны в такой невесомости, состояние такой внутренней легкости, когда ты только подумал подпрыгнуть и подпрыгнул, и ничего тебе не мешает. А там во сне у детей, если они здоровые дети, здоровый мозг, очень часто это у детей бывает. И 30% людей, если их спросить, у меня тест такой, чтобы я сразу понимал, человек быстро научится управлять своим состоянием, или ему надо будет снять сожатости, я ему задаю вопрос, летал во сне? Он говорит, да, я и сейчас летаю. А другой говорит, да, в детстве летал, а потом что-то у меня это прекратилось. А я когда болеть начал, а он потом вспоминает, вспоминает и говорит, да, кажется, это вот к этому времени и было, что я вот там перенес стресс какой-то, перестал как раз таки чувствовать себя нормально. И вот у него совпало, оказывается, это время с тем, что он перестал летать. И когда мы с ним саморегуляции получились, он научился снимать зажимы, наладил кровоток, наладил мышцы шеи, чтобы у него дыхание было нормально. И он опять стал летать. Да, очень много, а мы очень много людей, 30% и взрослыми летают. И вот когда я задаю вопрос, летаешь во сне? Он говорит, да, я и сейчас летаю. Я точно знаю, два-три занятия, и он будет делать все, что делают люди, которые тренируются годами буддизме, медитации, тренируются боевым искусством. А он будет делать буквально через три занятия и лучше учиться, и лучше тренироваться, и лучше выздоравливать, быстро восстановить. То есть вы способны повлиять на то, чтобы человек начал вытаскивать вот эти иголки, напиханные за всю жизнь, да? Да, конечно, это первая процедура, первая процедура называется «Разгрузка». Чтоб освободился от всех напряжений. Так я-то и почему хочу с тобой, чтобы мы еще раз встретились с тобой? Как можно, поговорив об этом, понимать, что многие музыкотерапевты как раз-таки способствуют тому, что человек, когда слушает их музыку, ровно как он смотрит на волны моря или на пламя свечи, или слушает музыку классическую, у него происходит некая гармонизация, снятие лишнего напряжения. Почему люди как раз-таки на костер любят смотреть? Потому что им это состояние нужно, уйти от состояния суети, состояние вот этой задумчивости. И поэтому лучшие музыканты, когда играют в свои произведения, это лучшие те, которые помогают человеку быстрее переключиться от суеты, заслушаться музыкой и через это прийти к самим себе. Вот я и говорю эту свою любимую фразу, что хотя бы пять минут в день, чтобы любой человек, особенно в большом шумном городе, умел переходить от восприятия вот этой внешней мировой какофонии, проблем, забот и впечатлений к самому себе в эту внутреннюю тишину, чтобы услышать свою собственную музыку. Ну, это метафора такая. Это есть, чему учат все книжки психологов. Эрхард Толли и так далее, другие, многие другие, они об этом же говорят. Это то, что называется квантовым переходом и прочие десятые. Хотя на самом деле не квантовый переход, это просто модное слово, квант, это частица света физически. Это триггерный переход. То есть, когда количество каких-то действий переходит в качественно новое состояние. Количество переходит в качественно. Это вот триггерный переход, лавинообразный. В мозге так происходит. Так вот, если ты делаешь музыку, изучаешь вот эти, ты когда обслушиваешься, вот как ты сказал вначале, как там шумы переходят, туда переходят, сюда переходят, ты в этот момент вовлекаешься в эту работу. Это говорит о том, что у тебя эта способность, как у собак, это чувствовать запахи, у кошек другие способности. Один великий отец русской механики, академик Роботнов, русской механики, советской механики, академик, я его спрашивал, а что вам близко? А он говорит, тягучесть, сыпучесть. И вот это ощущение. Поэтому он стал великим отцом механики, понимаешь? Потому что ему легче всего это чувствовать. Поэтому он сразу понимал, как надо складывать одно с другим, создавая механические устройства и так далее. А ты чувствуешь вот это. У каждого человека это, ну, это есть так называемая модальность или чувство вкуса в области собственных талантов и способностей. У каждого это есть. Один лучше различает запахи цветов, а другой лучше звуки различает. А я знал, один раз в жизни, правда, встречался, но это была необыкновенная историческая встреча эпохальная, потому что я встречался с человеком, который создал первый в мире электромузыкальный инструмент. Его звали Термен. Термен, да. Я лично с ним встречался. Да вы что? Это эпохальная встреча. Аплодисменты. Ну, ей-богу, было тогда это. Я потом в следующий раз расскажу, если ты мне напомнишь. Интересно. Это реально, вот такой-то надо отдельный ролик сделать. Ну, конечно. Я думаю, многие люди современные заинтересуются этим. Да, конечно. Я лично с ним встречался. Я его видел. В плащеболонии он был. Ну, такой милый, такое вот аристократическое, такое белое лицо, такое мягкое. И никаких комплексов. Он так со мной разговаривал, как будто мы с ним только вчера познакомились. Ну, в смысле, как будто мы только вчера расстались и знаем друг друга тысячу лет. Ну, то есть у него не было вот этого надувания, щек, фанфаронства. Понимаешь? Это человек, которого знал весь мир и так далее. который создал Термен Вокс. И он мне рассказывал, какие он сейчас делал изобретения и прочее. Ну, это удивительные люди. Вообще, великие люди, они простые. Потому что им не до этого. Кто там у них там в трамвае, как я говорю, на сандаль нажал случайно или что, у них нет агрессии. Они заняты более серьезными делами. Они же ведь общаются с вечностью. Любопытно вот эта фраза «Общаются с вечностью». Это что-то серьезное очень. Ну, дело в том, что у нас звезды над нами, как я вот в картине «Звезды над нами» и «Космос внутри нас». И как Кант говорил, что единственное, что меня очень удивляет, это «Звездное небо над нами» и «Этический закон внутри нас». В нас же эта вечность лежит в генетике в нашей, в конструкции мозга. Вообще, мозг – это же произведение вселенской эволюции. И поэтому подчинен тем же законам, что и вся природа. И когда человек выходит из этого «я», из эго, из тела, когда, как ты говоришь, выходит, когда он страстный, он общается с вечностью. Я бы сказал, что не то, что будет. Это было ограничено. Ну, если мы смотрим, так сказать, из тела на жизнь, то мы должны, как бы, так сказать, освобождаться от вот этой избытка своей личности, то есть концентрироваться не на своем присутствии в этом всем, а на самом всем. Это же и бывает в момент максимальной погруженности в творчество. Именно так. Да и не только в творчество. Вообще, в принципе, восприятие. Да, да, в любой максимальной погруженности на самом деле нирвана есть пустотная, ноль. И нирвана направленная. И так же, пустотная и направленная. Об этом я хочу добавить, в связи с этим, что вот если мы, допустим, вот эти вещи, которые вот негативные факторы, составляющие вот это паразитический вот этот вот эффект внутри нас, да, который как бы концентрирует на нас самих, а не на восприятии всего окружающего, да, если мы это вообще навсегда уберем. Нельзя так делать. Он наш генератор творчества. Это конфликт, внутренний конфликт, имеет умасшедший потенциал. Это источник вечно возобновляемой энергии. Это просто мы не умеем этим пользоваться. А мы как раз вот в нашей школе Homo Futurus, человек будущего, как раз мы даем методику, как использовать энергию стресса для собственных целей. Не чтобы она нас разрушала, а чтобы она нас поднимала, для еще больших достижений и расширения наших возможностей. А этим мы занимаемся. Так вот, если мы уберем я, вообще, не бывает, когда говорят про Светлона, это не значит, он испытал нирвану, и теперь он никогда вот не будет нервничать. Но такого не бывает. Он нервничает, он создает внутренний потенциал. А потом он опять переходит на нерв. Это же та же спираль диалектики. Поэтому я тебе открою загадку, что просветленный, просветленный человек, это не значит, который знает решение всех проблем. Нет, это человек, которого просто они не волнуют. Они его не волнуют, потому что он отстраненный от этих бытовых проблем. Понимаешь? Ну, он просто на них смотрит сверху. Ну, это человек-философ. Для меня это как-то, я вот много вкладываю в это понятие. Раньше я думал, философы, это вот, которые в тогах такие ходят, как в Древней Греции, такие, в белой одежде, такие. Это нас так ужик. Философ, каждый из нас, когда он находится в состоянии между словом и бодрствованием, потому что бодрствование это рациональный ум, это критика, это здравый смысл, который делит мир по частям, чтобы присмотреться к части и решить, что там. А сон это состояние, где нет этой критики, это иррациональное. И вот между сном и бодрствованием происходит вот эта нирвана, когда рациональное и иррациональное в новом качестве. это называется синергетика. Поэтому многие люди свои открытия делали между сном и бодрствованием. Вот могу здесь параллель провести, вы знаете, это с произведениями Карлса Кастанеды. У него там много об этом написано. Да, у него есть вот тоже, значит, иррациональная вот эта вот часть, как я понял, это называется нагваль, а, значит, стандартное, то, что он называется стол тоналя, вот этот вот стол жизненный, на котором все расставлено и должно быть в порядке, да, то есть это вот рациональная составляющая. Да, я тебе предлагаю еще раз, в следующий раз встретиться, но уже немножко язык понимания тех или иных терминов лучше понимаем, и я тебе скажу, что разделяет людей в человечестве именно то, что у каждого свои образы, а мы же живем в его голове, и мы же не понимаем, когда он что-то нам говорит, что он при этом себе представляет, мы же не знаем, и поэтому у нас всегда бывают затруднения, проблемы только в контакте, между человека самим собой и сообществом, и вот твоя музыкальная увлеченность, она вот один из способов этот контакт создавать, а у меня увлеченность, допустим, писать книги или живопись, или философствовать, ну вот соединяясь вместе, мы развиваем язык, язык понимания, и когда нас кто-то другой смотрит и слушает, он тоже находит себя в наших словах, и тоже думает, господи, я же тоже так раньше думал, а почему ты не сказал, а я думал, что это не важно, а я думал, что так думают все, понимаешь, вот мы же не можем пока не поговорим, мы не узнаем друг друга, поэтому я тебя приглашаю, давай еще раз, поговорим в следующий раз, будем выкладывать в нашу школу Homo Futurus человек будущего, самое главное, что человек будущего, это будет человек, который лучше будет понимать, как ему снять лишнее напряжение, выходить из хаоса, состояние гармонии, порядка, да, и даже, и даже некоторые люди, вот они называются гениями, даже вот музыкант звук ветра, он уже слышит в нем песню, понимаешь, а другой там в чем-то слышит, там какие-то делают изобретения, потому что учитель везде, и как говорили, и яблоко для Ньютона, и муравей для йога, учитель везде, главное наше состояние, умеем ли мы управлять своим состоянием, и включать наши резервы, так что мы давай все еще раз встретимся, еще раз поговорим, а это я тебе сейчас пришлю, ты посмотришь, нравится, мы выложим на школе, не нравится, не выложим на школе, так что часа через полтора я тебе сброшу, договорились, всего доброго, спасибо, до встречи, да, всего доброго, до встречи, ага,